Вы вспоминали о том, как ездили в Германию, проводили беседы с социал-демократами тамошними. И в какой-то степени вы в том числе повлияли на изменение политики немецких элит по отношению к Украине. И вот здесь я бы хотел процитировать посла Украины в Германии Андрея Мельника. Он сказал следующее. К сожалению, приходится констатировать, что в самой Германии нарастает количество голосов в пользу заключения скорейшего перемирия любой ценой. Ведь немногие действительно могут себе представить поражение России. Немцы откровенно пугают тот факт, что эта война, уже сегодня приведшая к небывалой инфляции, может продолжаться еще очень долго и поставить под угрозу их благосостояние. Такие настроения есть в Германии, как говорит господин Мельник. Другие наши политики и дипломаты говорят о том, что иногда замечают такие настроения в других европейских государствах. Удастся ли их купировать, эти настроения, и удастся ли все-таки удержать это единство Европейского Союза, европейских элит по поводу того, что необходимо и далее поддерживать Украину в войне против России? Знаете, ситуация очень динамична. И, может, лучше будет понять, если я коротко расскажу про динамику моего общения с немцами. Литовские социал-демократы в эти последние четыре месяца построили больше отношений с немецкими социал-демократами, чем десятилетия прежде. И это все случилось из-за Украины. То есть, когда я с ними начала контактировать, я вице-президент Литовской социал-демократической партии и shadow defense minister. Я не знаю, как это перевести. Определяете повестку дня в обороне, если я правильно понимаю. Да, да. И также я глава комитета по обороне в нашей партии. Когда я начала общаться с немцами четыре месяца назад, это были другие немцы, это были другие люди. Нам надо было объяснять такие вещи, о которых сегодня уже нет вопросов. Им надо было понять, почему это так, почему угроза, что Россия нападет на Украину так реально, почему инвазия, полная инвазия, очень даже реалистично, потому что, вот что я им объясняла, что за ни одну инвазию, за ни одну войну Россия никогда не была наказана. И она все время что-то получала даже в подарок. То есть после войн, которые Россия воевала, то она в подарок получала НАТО российский саммит, то в подарок Nord Stream 1, то Nord Stream 2 и так далее, и так далее. И вот им это было невероятно. После того, как война началась, все то, что я им говорила, оказалось в другом свете. И да, их реакция была очень быстрая, если посмотреть на то, что консерваторы в Германии под госпожой Меркель 16 лет уничтожали Бундесвер. Вы представляете, что из 700 тысяч солдатов в Бундесверах, это была самая большая армия в Европе, самая сильная, сейчас есть 180 тысяч солдат. В этом смысле они сделали больше вреда Бундесвера, чем, я даже не знаю, с кем сравнить. Для немцев отстраивать Бундесвер, для немцев сделать фонд для 100 миллиардов евро, для которого они даже Конституцию должны были изменить. И успешно, слава богу, после драм с консерваторами изменили. И этот 100 миллиардов евро пойдет не только на Германию, а также на оборону и стран, которые под ножом у России стоят, уже стран Балтии, Польши и так далее. Потому что воздушная оборона и так далее, это стоят такие деньги, которые для Литвы одной. Ну, вы представляете, это просто Литва же меньше Киева. Так что вы представляете, что это значит. Они сделали такую большую перемену, что я даже сама удивляюсь, как они все-таки быстро изменились. Но в этом смысле есть также и внутренняя проблема, потому что все-таки, когда Германия была поделена, вы понимаете, что российская пропаганда – очень сильный аппарат, на котором стоит вся эта империя лжи и крови. И они несколько десятилетий мыли мозги в Восточной Германии. И не люди в Западной Германии думают о том, что, а может быть, можно с Путиным договориться. Люди, которые жили в Восточной Германии, которые десятилетиями слышали, что Россия – это друг, что Россия – это ally, партнер. Так почему это все так быстро изменилось? Разве это правда, что они такие плохие люди? И эти все разговоры идут также и в ruling coalition, то есть в социал-демократической партии тоже, в чем я очень рада. И вот, как я и говорю, да, для меня это была большая честь, когда в годовом конгрессе лидер партии, председатель социал-демократической партии сказал, что мы, что встреча со мной, с моими коллегами, изменили, мои литовцы изменили, как они видят эту ситуацию и сейчас работают внутри своей партии. И да, эти голоса, все, конечно, они есть. И после первого шока, когда война началась, некоторые из них прикикли, а потом они опять начали говорить, что это будет долго, что это будет дорого, что, может, это нас не касается, и что с Россией всегда можно было договориться. Ну, конечно, дай им откусить твою руку или ногу, и они тебя оставят, пока они доедят твою руку или ногу. Потом они придут за следующей рукой или ногой. И вот в этом смысле, наверное, сейчас то, что мы делаем, когда мы говорим с ними и с другими странами тоже, с Португалией, Испанией, Италией, я очень много со своими коллегами общаюсь. Я вообще вам признаюсь, что в этом году я пообщалась больше со своими коллегами, социал-демократами, которые работают по обороне, чем за 10 лет прежде. Но я также удивлена… Он не лучший. Ну, я думаю, что я удивлена была в том, как мало они знали про реальность, как силен был голос пропаганды России, как много людей думало, что Россия – это нормальная страна. И когда нас раньше обзывали параноиками, сейчас уже не обзывают, и когда мы кладем на стол факты и даты и цифры и говорим просто на языке аргументов, какие перспективы они видят, если сейчас сделать какой-то компромисс. Думают ли они, что это будет означать, что цены на газ, на электричество, на бензин сразу же упадут? Ну, не надо больше больших знаний в экономике, чтобы понять, что нет, так не получится. Второй вопрос. Если мы позволим уничтожить Украину, самую большую страну в Европе, и так же, как вас часто называют, это хлеб для Европы и Азии. Так в этом смысле, это будет что? Означать, что будет меньше денег надо нам, Европе, отдавать, чтобы помочь Африке? Или как? Это тоже экономически ничего не решает. Третья ситуация. Если мы типа компромиссы сделаем и скажем, ну хорошо, 25% Украины, мы дарим Путину, тогда вопрос, ну мы же, наверное, понимаем, что будет тогда следующий этап, и когда он откусит треть Литвы, чтобы соединить анклав Калининграда с Белоруссией, который вообще-то тихо аннексировал, потому что для факта Белоруссия… Мы к этому еще отдельно перейдем, если вы не возражаете. Да, хорошо. Но вот в этом смысле, когда мы смотрим на это, тогда тоже вопрос. Вы думаете, что следующая война, и война в Евросоюзе будет вам стоить меньше, и тоже цен не поднимет, стрессы, refugees и так далее, что это тоже не будет проблемой? И вот когда мы об этом говорим, да, люди перестают свои идеальные такие dreams, как это… Мечты. Мечты, да, перестают такие мечты, чтобы… Ну вот надо только договориться, и все кончится. Нет, ничего не кончится. Рак надо убивать в химотерапии. Это долго, это больно, но ты выживаешь и восстанавливаешься. Если ты скажешь, ну, слушайте, это больно и неприятно, давайте договоримся так. Я немножко поживу с раком. После трех месяцев, может, пойду на лечение. Ну тогда после трех месяцев, может быть, люди придут с цветами на твое кладбище. Так, они понимают, но это работа, которую надо каждодневно делать. Потому я и начала наш разговор с того, что я и мои коллеги, мы ездим, мы говорим, мы объясняем, мы представляем аргументы и цифры и все такое. И в этом смысле, наверное, самый большой вызов для Евросоюза – это то, что рецессия, она есть и она будет. В этом смысле нельзя сделать санкции так, чтобы тебе самому не было больно. И да, это ударяет по Европе и ударит еще больше. Но просто альтернатива еще хуже. Что меня утешает, то, что очень много сделано работ уже подготовки.